Всем привет, мои хорошие! Хочу сегодня сделать себе ноготочки. Пожалуй, этот влог начнется с коррекции. С этими ногтями я проходила полтора месяца. Я думаю, уже достаточно. Мне они уже мешаются, на самом деле. Очень сильно они у меня отросли. Поэтому давайте переделаем и сделаем что-то более интересное. В первую очередь я себе заварила обалденный чай в этой кружке Maximus. И в первую очередь надо выпить чай. Потом уже начать делать ногти. Также я в обязательном порядке притащила все, что мне нужно. Я пока даже не определилась с цветом. Думаю, может френч сделать. Но только какого цвета френч сделать, не знаю. Можно классический, просто белый сделать. Но сейчас по ходу посмотрим, разберемся. Я уже сняла покрытие. Частично сделала маникюрчик. Мне все пишут, что этот ноготочек кривой. Когда я делала его в салоне, мне его делали точно так же. Просто этот палец, он кривой. Сейчас я посмотрела туториал. Вроде я все правильно делала. Почему он получается кривой, я понять не могу. Хотя мне не кажется, что он кривой. И сейчас буду думать, что же мы будем делать. Насчет дизайна, цвета и так далее. И вот такой результат у меня получился. Мне, честно, очень нравится. Как я и хотела. Хотела френч потолще. Получилось очень аккуратно, красиво. Это у меня левая рука получается. А это правая. Два ноготочка сделала с блестками. А так мне все нравится. Конечно, в комментариях вы напишите, что не идеально. Есть недочеты. Но учитывая, что я это все делаю сама. Плюс делаю очень-очень быстро. И самое главное, держится полтора месяца. Так что все ок. Как он милый лежит. Мне бы так лежать. 24 на 7 лежит. Мне бы такую жизнь. Но нет, мне надо убираться. Спросила у вас в инстаграме, стоит ли снимать, как я убираюсь. Хотите ли вы мотивашку. Ну, 95% ответили, что да. Поэтому я буду снимать. Не знаю, насколько зайдут подобные ролики. Если они вам будут нравиться, я вам буду частенько снимать мотивирующие ролики полностью. В этот раз я совсем чуть-чуть тут, там засняла. Хотя я убралась во всей квартире. Просто показала моменты только гостиной и немножко кухни. Из-за похорон сейчас я совершенно одна. Поэтому предпочитаю спать в гостиной. Я раскладываю полностью свой диван. Потому что так гораздо комфортнее и удобнее. Включаю кондиционер, температура 26 и ложусь спать. Затем каждый день я обязательно собираю диван и убираюсь в гостиной. Несмотря на то, что я совершенно одна, все равно за целый день у меня получается офигенный такой бардак. Такое ощущение, что у меня трое детей. Они делают беспорядок, а потом я за ними убираюсь. Хотя этот бардак организовываю я сама. Это все связано с тем, что я не могу ставить вещи на свои места. Ну да ладно. После того, как я приехала, я заметила, что Твикс постоянно спит. Немножко такой вялый. Правда, кушает, дай бог. Но все равно мое материнское сердце не обманешь. Я понимаю, что что-то не так. И все-таки Твикс себя плохо чувствует. Он начал писать везде. Мне кажется, у него цистит. Я прогуглила и поняла, что скорее всего это так. Он ходит в туалет не в лоток, а везде. Из того, что скорее всего неделю остался один дома, у него был стресс. И на фоне этого стресса развелось это заболевание. Я заметила, что он ходит в туалет понемногу. Ходит везде. И это происходит очень долго. То есть он долго тужится. Извиняюсь за подробности. Но в любом случае, лучше показать его ветеринару, чем потом думать, что же делать. Потому что каждое заболевание нужно лечить вовремя и не доводить до хронической стадии. В магазине мне посоветовали купить такую клейкую ленту. Я ее купила. Хорошо, что только одну штуку. И повесила у себя на кухне. Видимо, мне попалась прокованная лента, потому что толку от нее ноль. На нее садятся мухи, но также успешно улетают с нее. Но да ладно, напишите, пожалуйста, в комментариях, обязательно интересно ли вам смотреть мотивирующие ролики про уборку. Потому что каждый день я убираюсь во всей квартире. И если вы хотите, я могу показать абсолютно все. Все этапы. В этот раз я просто думала, снимать, не снимать. Интересно это вам или нет. Поэтому очень мало засняла, на самом деле, какие-то моменты. А сейчас на процессе монтажа, думаю, зря не сняла. Потому что сейчас вот озвучиваю. Я понимаю, очень даже интересно смотрится со стороны. Я, вы знаете, раньше, когда была маленькая, всегда смотрела мультфильмы. Обычно это были Симпсоны. И всегда думала, почему люди не снимают видео, где... Точнее, фильмы почему не снимают, в которых ничего не происходит. Просто люди убираются, что-то кладут на места. И мне всегда было удивительно, почему нет таких фильмов. Потому что я бы с удовольствием смотрела подобные фильмы, где нету никакого экшена и так далее. И мне брат тогда сказал, говорит, такие фильмы, если даже будут снимать, никто их смотреть не будет. А потом появились блогеры, которые снимают просто обычную свою жизнь. И порой мне тоже очень интересно посмотреть на жизнь какой-то многодетной мамы. Смотря такие ролики обычные про уборку, они очень сильно меня мотивируют. И мне тоже хочется встать с дивана и начать что-то делать. Поэтому эти видео, я думаю, очень даже полезные. Хотя я редко снимаю. Маловато, конечно, получилось для полноценного влога. Но все равно решила выложить. Обычно, когда материала мало, я этот материал просто удаляю. И думаю, вообще не буду публиковать. А сейчас я подумала, и мне как-то жалко это все удалять. Поэтому ничего. Пусть будет небольшой ролик. Но зато вы увидите небольшую частичку моей жизни. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока.